добрый день зрители канала планета дзюдо продолжаем наши разговоры о кодексе дзюдо и опять мы находимся мы уже говорили с михаилом пуляем с андреем волковым это клуб комета рязань и сейчас очередь время для наставник андрей попов и мы говорим о кодексе дзюдо и вообще вот этих человеческих качеств которые каким-то образом или можно развить с помощью дзюдо и как сохранить или сохранить или вообще никак нельзя делать но давай начнем с первым первое это дружба андрей на твой взгляд дружба вот здесь так написано самое чистое из всех человеческих чувств вообще дружба насколько она важна в самом тренировочном процессе вообще можно ли ее с помощью занятий развитие вот и как наставник тренер учитель сенсей я думаю что можно конечно вообще чтобы воспитать чемпиона первое что надо сделать это сформировать коллектив он должен быть дружный ну по мере возможности по крайней мере хороший товарищ должен быть и тогда на фоне вот этого как сказать здорового микроклимата во первых становится работать проще то есть все все заряжены с одной целью у всех хорошее настроение у всех одни одни мысли поэтому дружба я считаю важна и я думаю что в нашем виде спорта наверное самые такие крепкие соотношения что во время занятий спортом что что вне занятий после окончания спортивной карьеры то есть до сих пор дружат общаются и я думаю что это какой вот смотри ты сказал то набирается первоначальная дружба то создать такой дружный коллектив какой метод использовать можно для этого вот их вот и как тренер какой метод используешь какие средства ты используешь для того чтобы создать вот это вот это качество в этих твоих детях которые тебе приходят или ребята которые приходят подростки как каким каким образом вот дзюдо ты вообще смотришься в общем каким образом это ты в них взращиваешь это качество дружбы ну опять же очень сильные воспитательные моменты они происходят в самом коллективе то есть я только контролирую и немножко иногда когда это сам надо в общем-то вмешиваюсь а так ну где-то где-то личным примером где-то в общем-то разговором потому что дети приходят разные все я и говорю у кого-то больше это качество развития дружелюбности у кого-то меньше у кого-то вообще там как говорится одиночки да но вот эти совместные тренировки выезды на соревнования допустим спортивные лагеря летом где они где они живут вместе тоже очень прикираются потому что иногда дерутся иногда просто ну как бы не общаются но время в общем проходит и хочешь не хочешь я думаю что воспитывается сам сам коллектив а я то я только его как сказать охраняю охраняя поправляю но естественно сам вмешиваюсь в такие понятия доброта порядочность честность бывает что да то есть ты как каких-то таких прям целенаправленных техник по формированию дружбы не делаешь коллектив сам начинает внутри себя вырабатывать да а ты только смотришь насколько это подходит к твоему естественно бывает ну как говори коллектив придирается бывают и в общем-то потери которые люди уходят да и по большим причинам не только что им не нравится допустим тренер или как саму чуть-чуть жиду просто не складывается отношение в коллективе то есть они ну при вынужден уйти потому что закон жизни уважение написано без уважения нет доверия уважение можно ли как сформировать его с помощью занятий дзюдо вообще возможно с помощью тренировочного процесса на дзюдо какие техники могут позволить улучшить уважение вообще ты как учитель изначально уважаешь своих учеников как ты формируешь уважение к тебе конечно конечно каждого то есть все же идет дети же очень очень чувствуют отношения и ты получаешь обратно то есть но иногда получается на это тратить время чтобы что в общем заработать это уважение где-то где-то с личным каким-то поступком с примером но я думаю что без уважения вообще ничего допить нельзя то есть это как это это основное что к старшему ну и понятно что и я должен относиться к ним как полноправным да я где-то больше больше знаю больше жил больше вижу я могу посоветовать но как бы с высоты общаться на равных тем более сейчас сейчас у нас сейчас у нас поменялась жизнь вообще поэтому уважение нет это первое я думаю искренность выражение чувств без фальш вот ты искренен со своими учениками а ученики с тобой искренне ну я то я то точно потому что у меня такой момент что чтобы в общем потом спать спокойно и после допустим завершение встречаться и в общем здорово сообщаться и без без всяких там кошек а вот если ты видишь что допустим у ученика не получается как-то вот он вроде старается старается не получается влиться в коллектив коллектив то есть он хочет не получается дружбы он как-то пытается там уважить не получается и пытается там искренне там ты помогаешь пытаешься помочь конечно конечно я я и в принципе провожу ты ты как-то собираешь беседы или это смысл есть допустим большинство есть вообще не что которых которых у которых очень не принимают по разным причинам дети же в определенный период бывают очень жестокими то есть поэтому вмешиваться надо и я я общаюсь грубо говоря который вот костяк что надо дать шанс принять пусть он там где-то где-то слабее где-то не такой как все все люди разные то есть но он член нашего коллектива ну ему то мне нравится то это можно не обращать внимание то есть поэтому вот ты мне скажи вот у тебя много воспитанников которые достаточно высокий уровень для спортивным дзюдо михаил пуляев андрей волков они вот разговоре с тобой вообще они от открываются низким они делятся с вот такой со своими какими трудами какими-то переживаниями я думаю да да нет мы мы даже не то что сейчас как эти отношения назвать ребят подходит уже к завершению карьеры дай бог еще год-два и годы идут и сейчас уже у нас такие отношения здесь уже начинает дружба добавляться какая-то то есть я думаю что а вообще то еще вы зрели married эти то есть понятие учитель да есть понятие ученик а ты как да а вот это вот сейчас уже по сечению год то есть вы уже мы уже можешь сказать чтобы уже не учителя ученика уже вот прям такие друзья или все-таки есть еще такое дöllиничение что ты все-таки учитель? Или это все уже слилось, что ты и друг, и учитель? Я думаю, что уже, наверное, слилось. Потому что мы уже не только по спорту общаемся, но и по другим моментам. Мы вместе встречаемся, вместе в баню ходим. Уже не только про спорт разговариваем, а что делать дальше и что есть жизни. Не только в дзюдо. Поэтому я думаю, что уже сливается. Ребята выросли, они тоже мужчины. У всех семьи, соответственно, проблемы тоже. Проблемы или не проблемы. Я думаю, что больше уже, сейчас все в этом понятии. Но самое главное, что у нас, я считаю, отличное отношение. То есть вы дружны, вы уважительны для друга, вы искренны? Да, да. Вот все, что есть, это все хорошо. Хорошо, а мы дальше все равно продолжим. Честность, верность своему слову. Вот смотри, ты как учитель, да? Ты рассказывал ученикам все и рассказываешь, там честно им говоришь какие-то вещи, да, там вот. Мы занимаемся вот так, надо вот, ты иди вперед. Вот насколько ты вот это качество честности считаешь важным, и вообще как его можно развить с помощью занятий дзюдо? И насколько оно важно для ученика и для того, как ты практикуешь дзюдо? Ну, быть честным в себе или другим, или как еще? В общем, вот такое слово честность, такое качество. Ну, с помощью занятий дзюдо, ну, наверное, тоже можно. Хотя, я тебе говорю, что это все в первую очередь, что-то должно, как бы, прививаться в семье, дальше мы уже, там, ребят приходит к нам, и мы эти качества... Ну, правильно. Так получается, значит, вы эти качества улучшаете с помощью занятий каких-то определенных, то есть, с помощью занятий дзюдо, а почему вот, можно ли эти эти качества, допустим, с помощью дзюдо, почему их можно более лучше сделать, чем с помощью езды на велосипеде, например? Как ты думаешь? Почему человек станет более честен, если он будет заниматься дзюдо, чем если он будет заниматься ездой на велосипеде или он не будет, или будет рисованием? Или будет рисованием. И там, и там можно быть, конечно, честным, но... Но где больше? Вот почему в рисовании понятно, что его, как бы, ну, развить тяжело? А здесь, ну, ну, я не знаю, пример такой, допустим, подойдет, что, ну, в детской группе дается, там, какое-то задание. Ну, на 18-е количество раз, или что-то еще. Ну, сам за кем ты начинаешь, ну, из всей вашей группы еще считать. Ну, это сам человек раз, обманывает два. Тут ты ему об этом говоришь. Методы, как бы, наказания, может быть разные. Или сам заставить переделать, или просто поговорить. Или, или, опять же, выставить на всю группу, что вот у нас есть лентяй, обманывать и так далее. То есть, ну, может, еще один вариант есть. Этим способом, в принципе, если один не подействует, второй не подействует, третий может быть подействует. И такие, в общем, случаи были, что дети меняются, начинают выполнять все. Появляется интерес к самым занятиям. То есть, и вот, казалось бы, пришел, ну, лентяй, обманщик и так далее. Проходит время, год, два, три, и он уже сам, ну, его можно ставить в пример. То есть, он становится чистым, во-первых, по отношению к самому себе. Да, да, да. И через это он становится чистым и другим. Конечно, потому что, я же сам всегда говорю, что это не мне надо, ни папе, ни маме, это надо тебе. Вот. И если это рано или поздно, что мальчик понимает, то это, считай, что цель достигнута. Скромность. Вообще, смотри, говорить о себе без гордости, вот такое описание из этого качества. Вообще, скромность в спорте, она, мне кажется, только мешает, нет? Вот как в спорте быть скромным? Ты же должен, наоборот, показывать все свое преимущество, превосходство. Ну, это самое скромное может быть, в общем, потом, когда после победы, как-то мягче выражаются эмоции, но, опять же, я тоже считаю, что, если ты там что-то выиграл, ну, почему бы и нет, и вот все, что у тебя было, выдать там. Ну, значит, говорить о себе без гордости, но вот скромность, развитие ее, скромность в тренировочном процессе, как она может развиться? Вот эта скромность все-таки, несмотря ни на что, а быть, вот я смотрю, вот Михаил сегодня пришел на тренировку, да? Ну, вот, если бы, допустим, ну, не с каждого, что человек, какой-то там, имеет какие-то, ну, определенные результаты, которым он, да, добился, то есть, их тихо, мирно сидит там, что-то делает, и так далее. Как это в нем, вот он, вот... Вне-то, там, да, в общем, когда ты выходишь на поединок, то там уже, я считаю, что он уже не очень скромный. Ну, то есть... То есть, в поединке он уже не скромный? Да, да, да. А вот что, что касается после, ну, да, он в принципе, ну, не любит он, в общем-то, пиар и так далее, и я думаю, что, ну, это уже больше от, в общем, человека зависит, потому что... А ты вообще, вот, скажи, ты, ну, мы уже говорили об этом, ты собираешь ребят вообще, вот у вас в зале, там, в большом, висит вот эти все качества, да, кодекс Зюдоиз, да, и так далее. Вообще, у вас, ты обсуждаешь эти моменты, там, или на сборах, или во время тренировки, каким-то образом обходишь вот эти все вот качества? Ну, уделяю время, конечно, то есть, ну, это на, в общем, первых этапах подготовки, когда еще приходят дети, и, в общем, в этот вот период как раз надо очень много рассказывать, и вот про эти вещи. Пример приводишь своих учеников, вот сегодня, сегодняшним своим новым ученикам, пример приводишь, или они видят их? Ну, они видят, и, в общем-то, у нас сейчас на данный момент Пуляев, он, как наша икона рязанского дзюдо, и его, его в пример ставят везде. То есть, все, в общем-то, тренеры, все его, все его знают, то есть, дети, родители, вот, ну, на самом деле, пример, в общем, поведения на татами, тренировках и, как говорят, по жизни. То есть, конечно, он не идеальный, но, что касается нашего вида, в общем, человека, во всех понятиях можно ставить пример. А вот тренеру, вот мы сейчас говорили, да, ребят, вот тренер, да, вот эти качества дружбы, уважения, искрения, с которыми мы прошли, честность, скромность, тренеру нужно в себе каким-то образом постоянно культивировать? Как? Каким образом вот ты в себе это развиваешь? Культивировать. Я даже, я об этом не думал вообще. Или это просто в процессе, в процессе общения с теми же своими учениками? Это в процессе, да. То есть, ты как бы улучшаешь, получается, сам тоже себя. Конечно. То есть, это, каждый день идет, и каждый день вот эти вот понятия возникают. То есть, какие-то... Самоконтроль, умение сдерживать гнев. Ты умеешь это делать? Я, да. И вообще, насколько ты подвержен? Не, ну я очень-очень спокойный. Меня, как сказать, достать тяжело очень, но в любом случае, у некоторых это получается, но... Я стараюсь сдерживать. То есть, я практически на... Нет. Обманывать не буду. Кричу я на детей, да. Ну, это, скорее, крик, это, скорее, может быть, желание просто, чтобы заставить немножко более внимательно отнестись к привычному процессу, а не гнев. Да, 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 да. Это немножко разный. Гнев, это вот... Согласен полностью, что на личности я не прихожу. Я все, что касается дела, да, я и могу покричать, и могу, то есть, выгнать сорнировки. Но, опять же, говорю, что это только касается процесса. Гнев, это, мне кажется, так, вот смотри, вот, допустим, твой ученик борется на татами, да, он не выполнил твои какие-то там наставления, а я периодически иногда видел такие ситуации в соревновательном дзюдо, ну, может быть, не в самом высоком, там, иногда бывают, там, какие-то тренера недовольны, там, от гнева, от того, что его, там, ученик проиграл, там, под затыльник, там, и так далее. Вот, как ты думаешь, вообще, в твоей практике был такой, ты вот мог так не сдержать себя, что кому-то, там, какой-нибудь, там, оплевуха, там, вот, ты обалдуй такой. Нет, 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 этого не было, я стараюсь вообще до этого не доводить, потому что, ну, ты как бы гасишь это. Смыслы, я считаю, вообще, в этом вообще смысла, ни с никого нет, как бы на страхе, что вот сейчас вот тренер расстроится и может меня ударить, но может и выиграть парочку схваток. У тебя самоконтроль, как ты думаешь, вот самоконтроль тренера у тебя, именно тренер, как учителя, он достаточно высоко развит, такое, твое вот это качество самоконтроля, потому что тренер же может и перегнуть палочку, да, как говорится. Может, конечно, может, для всех же, все же хотим результата, хотим и... Вот, 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 допустим, вот это тоже, да, ты как бы хочешь результата, допустим, тренер хочет результата, у ученика что-то не получается, начинаешь гневаться, начинаешь раздражаться, начинаешь не контролировать себя, и это может привести к тому, что, во-первых, а можно упустить и ученика, разрушить саму микроклимат такой, и в результате... Ты, а как ты вот это все вот... Потому что, ну, допустим, у твоих учеников уже были такие случаи, ну, далеко ходить не будем, допустим, вот... Ну, может быть, это не гнев, можно было сказать, а просто вот такое вот чувство какой-то досады, когда Михаил там на Олимпиаде в 16-м году неудачно выступил, да? Как... Вот... У тебя был гнев, досада, и как ты смог справиться с этим? Нет, я... Я как раз наоборот в поражениях не... ДАЛИ, секретыRIоноса ДАЛИ, секреты, ίдя КОГРЕДПИА ExWHERE МОВДА Никон В обоз Spolu ТВ НОВДА Б화 touch НОВДА РАНИ СОВДЯ